Эта игра с первых минут обещала быть жаркой. Кубок по мини-футболу памяти Константина Еременко в этом году впервые провели в Щелково в универсальном спорткомплексе Подмосковья и впервые он разыгрывался по круговой системе, а не по системе матчей на вылет, как было в предыдущих четырех его розыгрышах. Три из которых выигрывал алматинский клуб Кайрат. В первой игре с норильским Никелем он потерпел поражение со счетом 3-4, однако затем Кайрата выиграл со счетом 7-3 латвийский Никорс, а Никель тем временем проиграл команде КПРФ со счетом 0-3. Для общей победы в турнире этого года алматинцам требовалась победа с разницей не менее чем в 4 мяча. И вот решающий матч, и не просто встреча, схватка, команд КПРФ и Кайрат. Противники именитые. В обеих есть игроки, входящие в состав сборных команд по мини-футболу. Они сильны, они опасны. Первый тайм. Болельщики ждут голов, но их нет. Так плотно держат оборону, так активно наступают соперники. Успевают выхватить несколько фолов. Счет впервые размочил Кайрат лишь на 15-й минуте первого тайма. После от них же еще один гол, а потом еще один. Ответить Кайрату КПРФ смог только на 22-й минуте. Аккуратным, но эффектным ударом Сергея Панкратова. Аккуратное нападение приносит КПРФовцам еще два гола, но счет в пользу Кайрата безнадежно растет. И вот второй тайм показывает, что кубок в четвертый раз отправляется во владение казахстанской команды. Это был красивый футбол. Кубок имени Константина Еременко по мини-футболу принадлежит казахстанской команде Кайрат. И хоть сегодня было много ярких моментов, но, конечно, самое яркое – это церемония награждения. Приехал он в турнир памяти отца и дочь Константина Еременко Юлия. Она завсегдатый болельщик игр мемориального кубка. Посещаю, естественно, каждый кубок Еременко. И за все пять лет это был, наверное, самый зрелищный, самый мощный по накалу финал. Я очень переживала, потому что у меня есть все-таки свои предпочтения, свои любимцы. Но, тем не менее, и Никор сегодня показал феноменальную игру. То есть, ни в коей мере не уступал норильскому Никору, который был явным фаворитом. Ну и, конечно же, Кайрат играл, как говорится, по тоненькой. Очень было волнительно. Для самих игроков каждый матч – это опыт и урок, выводы и мысли, переживания. Вот что следует после каждой игры. Нам не хватило чуть-чуть, наверное, опыта, игры с такими командами. Потому что соперник знаменитый на весь мир. Это даже не стоит говорить. Надо играть почаще с такими соперниками, чтобы у всех было это чувство. Потому что у нас ребята молодые и много. И для многих это первая игра серьезная. В ходе церемонии награждения были названы имена лучших игроков. Лучшим вратарем признали Кайратского и Гита. В КПРФ отличился Сергей Панкратов. Опять же, у Кайратов лучшим игроком признан блеснувший фирменной бразильской манерой Дуглас, который признал несомненную силу соперника. Мы знали, ехали сюда, что этот турнир будет очень тяжелым. И, к сожалению, проиграли первую игру. Только затруднили себе ситуацию. А потом уже по игре более уже втянулись, можно сказать, в этот турнир. И смогли выиграть этот последний финал. Таким образом, клуб из Казахстана стал четырехкратным обладателем Кубка Еременко. Лилия Тимеева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».